Это экономика главная. В студии Богдана Прихода. Здравствуйте. Уже на этой неделе правительство России должно представить комплекс мер, которые поддержат бизнес в период частичной мобилизации. Поручение ведомствам после ряда совещаний дал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как рассказали коммерсанту, предприниматели их приглашали на встречи с профильными министерствами. Речь о том, как компаниям избежать остановки производств, просрочек по кредитам и лизинговым платежам. Какие именно меры анонсирует правительство, пока неизвестно. Просили представители бизнеса отсрочки и брони для сотрудников важных отраслей. Однако этот вопрос правительство пока не рассматривает. При этом предприниматели отмечают, что наиболее остро сейчас стоят вопросы регулирования трудовых отношений с мобилизованными гражданами и отток квалифицированных кадров, в том числе за границу. Эксперты отмечают, что в реальности частичная мобилизация уберет с рынка труда не 300, а не менее чем 700 тысяч человек. Это и мобилизованные, и эмигрировавшие. Призыв 300 тысяч граждан является для российской экономики не такой большой проблемой, как число резко уехавших граждан, внезапно уехавших. Мы занимаемся предсказыванием того, какие отрасли больше всего пострадают. Поэтому мы на сегодняшний день уже отправили обращение от лица предпринимателей в правительство для того, чтобы была возможность частичной отсрочки не только у сотрудников оборонно-промышленного комплекса предприятий и IT-специалистов, но вне зависимости от отраслевой принадлежности у руководящего состава, у генеральных директоров, у главных бухгалтеров, у индивидуальных предпринимателей, чья деятельность ведется не менее полугода. Аналитики подчеркивают, что сейчас на рынке труда в целом наблюдается тревожная тенденция. С одной стороны, очень низкая безработица, с другой – общее снижение зарплат и предложения по новым рабочим местам. Третий вместо первого. Минфин готовит проект нового единого налогового вычета. Как утверждают ведомости, в рамках этой реформы индивидуальные инвестиционные счета первого типа должны будут исчезнуть. Вместо них появится ИИС-3. Также вычет будет распространяться на 10-летние договоры и негосударственного пенсионного обеспечения и в дальнейшем полисы страхования жизни. Сроком тоже не менее 10 лет. Размеры льготы по ИИС, как и сейчас, не будет превышать 400 тысяч рублей в год. По другим продуктам с условиями целевых выплат, полученных с них доходов, максимальная сумма вычета в документе не названа. При этом деньги, как и сейчас, не должны выводиться раньше установленного срока. Однако Минфин предусмотрел перечень тяжелых жизненных ситуаций, когда это можно будет сделать с полным или частичным сохранением льготы. Также у нового типа ИИС не будет ограничения на сумму ежегодного взноса. Напомню, сейчас существует два типа индивидуальных инвестиционных счетов, которые отличаются способом расчета и суммой налогового вычета. ИИС-1 позволяет его владельцу получать 13% от зачислений на счет суммы в течение года, но не более 400 тысяч рублей. То есть максимально в виде вычета можно будет получить 52 тысячи рублей в год. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога при закрытии счета. Иметь можно только один индивидуальный инвестиционный счет. ИИС-1 типа был разработан, чтобы простимулировать граждан к открытию инвестиционных счетов. Минфин давно хочет от него избавиться, потому что с этой задачей он уже справился. Однако резкость отмены не будет. Ведомстве опасаются. Это еще больше подорвет доверие инвесторов к фондовому рынку. Так что запрет на открытие новых счетов первого типа появится не раньше 2024 года. Центробанк разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщает официальный сайт регулятора. Теперь ведомство будет также предоставлять материальные банковские отчетности и данные цифровых платформ вне биржевых торгов. В регуляторе считают, что это необходимо для более точного отражения ситуации на рынках. Центробанк уже подготовил соответствующий проект о внесении изменений в порядок расчета и опубликования официальных курсов иностранных валют. Однако эксперты считают, что новая схема понадобилась из-за риска санкции против национального клирингового центра. Случаи ограничения биржевые торги валютами недружественных стран могут прекратиться. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США могут ввести ограничения против НКЦ, но пока их не последовало. Сильнее всего к концу года подорожают продукты и услуги ЖКХ. Министерство экономического развития выпустило детализированный прогноз по инфляции на 2022-2025 годы. Самый большой рост цен ждут в сегменте непродовольственных товаров без учета бензина – больше 15%. Продовольствие к концу этого года подорожает почти на 12%, но это без учета плодообочной продукции. Общий рост цен на услуги ЖКХ в годовом выражении также превысит 11%. При этом ведомства прогнозируют к концу года общую инфляцию менее 12,5%, что в общем совпадает с прогнозом Центробанка и других ведомств. В последние недели исчерпание происходит по дезинфляционному тренду, по дефляционному тренду и начинается рост цен. На мой взгляд, рано паниковать. Здесь речь идет о событии, которые Банк России ожидал и закладывал свои прогнозы. Уже после того, как был сформирован последний прогноз Банка России, по которому инфляция на конец этого года должна была быть в интервале середины примерно в районе 12% и на следующий год в интервале середины примерно около 6%. Уже после этого прошли новости о объявлении частичной мобилизации. И на наш взгляд, это событие, которое в краткосрочном периоде может сыграть дезинфляционную роль и в 2023 будет играть достаточно нейтральную роль, то есть не принесет дополнительных инфляционных рисков. Напомню, что прошлая неделя стала инфляционной впервые с июня. 26 сентября цены выросли на 0,08%. В первую очередь это произошло из-за роста цен на плодоовощную продукцию. Инфляция в годовом выражении при этом все равно снизилась до 13,71%. И еще немного о плодоовощной продукции. Ассоциация компаний розничной торговли, туда входят все крупнейшие торговые сети, попросила Минсельхоз поддержать обнуление пошлин на ввоз некоторых овощей, фруктов, морепродуктов, орехов и кофе. Ритейлеры утверждают, это поможет сдержать сезонную инфляцию. А вот российские производители опасаются, что не смогут выдержать подобную конкуренцию. Сейчас импорт этих товаров облагается пошлиной от 3 до 15%. Аккорд предлагает ввести беспошлиный ввоз с 1 октября этого года по 31 марта 2023. Ведомство должно рассмотреть инициативу в ближайшее время. Радикально против при этом выступают отечественные отраслевые объединения. Еще больший наплыв фруктов из стран бывшего СНГ сделает российскую продукцию неконкурентоспособной. Аналогичным образом дело обстоит и с кофе. До 80% рынка сейчас занимает продукция местной обжарки. Обнуление импортных пошлин может негативно сказаться на российских переработчиках. Россияне теряют накопление. Более 20% жителей сообщили о сокращении сбережений на фоне западных санкций. Это подсчитал ВЦОМ специально для РБК. Почти 40% опрошенных не увидели никаких изменений. А у почти трети респондентов накоплений не было и до кризиса. Но есть и те, чьи сбережения выросли. Правда, их не так много. Всего 5%. Самой чувствительной возрастной группой оказались граждане 25-34 лет. Среди них 34% сообщили об уменьшении накопленных сумм. Также среди россиян постарше 35-44 лет. Таких 27%. Сильнее всего пострадали мужчины. 26% из них сообщили о сокращении финансовых сбережений. А 7% об увеличении. Вот у женщин эти показатели 17,3% соответственно. Почти 40% россиянок сообщили, что вовсе не имеют накоплений. Среди мужчин таких всего 28%. Причем чем лучше респонденты оценивали свое материальное положение, тем ниже в этих группах доля тех, кто столкнулся с потерей части сбережений. ВЦОМ провело опрос месяц назад. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Странные участницы сделки ОПЕК-плюс могут существенно сократить добычу из-за снижения мировых цен на нефть. Об этом пишут сразу два издания – Financial Times и Bloomberg. Их источники утверждают, что речь может идти о миллионе баррелей в сутки. То есть ограничение может стать самым сильным со времен пандемии. Представители альянса, напомню, соберутся в Вене 5 октября. Это будет первая личная встреча с марта 2020 года. Будут ли в ней участвовать представители России, пока неизвестно. При этом наша страна якобы тоже выступает за сокращение добычи, говорят собеседники издания, так как доходы от продажи углеводородов сокращаются, а стоимость по-прежнему определяется дисконтом к марке Brent. На фоне новостей о возможном сокращении добычи, нефть подорожала сегодня утром на 2,5%. Цена декабрьских фьючерсов на баррель Brent превысила 87 долларов, ноябрьских на WTI 81,5 доллар.